Новости на Амурском областном телевидении. В студии для вас работает Валентина Абрамова. И коротко о главном на сегодня. По решению президента в России будет продлена программа долгосрочных сбережений еще на два года. Только на лодке жители поселка Ивановский Мазановского округа остались без паромного сообщения с большой землей. Шесть оркестров, 350 музыкантов. Благовещенский прошел финальный концерт военно-музыкального фестиваля «Виват Амур». Вокруг света за четыре месяца в Приамуре побывали пилоты из Новой Зеландии, которые совершают кругосветное путешествие. И обо всем по порядку. Программа долгосрочных сбережений будет продлена еще на два года. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума объявил президент России Владимир Путин. Новая мера поддержки позволит жителям страны не только накопить дополнительные средства на крупные покупки за счет софинансирования суммы государством, но и получить дополнительные выплаты к пенсии. Как работает механизм, рассказали сотрудникам областной клинической больницы. Такие информационные встречи будут проходить и на других предприятиях региона. Подробности в следующем материале. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с начала текущего года. Она позволяет вкладчикам удвоить вложенные средства. Это станет возможным за счет использования накопительной части пенсии, инвестирования собственных средств и государственного софинансирования. Эта сумма в размере 108 тысяч рублей, которые будут выплачены в течение трех лет. По поручению президента разработан новый механизм, который позволит населению накопить какие-то средства на крупные покупки, создать финансовую подушку безопасности. И мы понимаем, что к каждому новому сберегательному инструменту люди относятся очень осторожно. И для того, чтобы объяснить нюансы программы в тонкостях, деталях, в регионе организована информационная кампания. Условия программы простые. Вкладчику необходимо в течение трех лет вносить сумму не менее тысячи рублей. Банк инвестирует средства в крупные проекты и получает гарантированную прибыль, которые распределяются между участниками программы. Получить все средства можно будет уже через 15 лет или забрать их раньше, но с меньшим процентом. И теперь уже есть над чем подумать и как позаботиться о будущем, и как сделать правильное вложение, как накопить. Потому что, как правило, всегда бывают непредвиденные расходы и денег ни на что не хватает. А теперь, наверное, все будет правильно спланировано. Программа долгосрочных сбережений пока рассчитана на три года, но уже сегодня рассматривается возможность продления ее до пяти лет. В этом случае накопленная сумма вкладов, в том числе за счет государственного софинансирования, будет увеличена. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Цифровые помощники для учителей и искусственный интеллект в медицине. В Преамуре обновляют стратегию цифровой трансформации. По указу президента Владимира Путина, до конца года регионы должны актуализировать и принять стратегию цифровизации. Сегодня мы собрали представителей шести отраслей Амурской области, социально-экономических отраслей, для того, чтобы мы переработали стратегию цифровой трансформации региона. Это такие ключевые отрасли, как сфера образования, здравоохранения, городская среда, то есть представители министерства ЖКХ и государственной жилищной инспекции. Естественно, это промышленность, это сельское хозяйство, мы забываем, что мы аграрный регион. И сфера предоставления государственных услуг в целом государственного управления. Участники круглых столов обсудили актуальные для Преамурия вопросы. Получение соцуслуг в онлайн-формате, обновление компьютерного парка в школах и внедрение цифровых помощников для учителей и учеников. Создание онлайн-платформ для продажи сельхозпродукции. Внедрение технологий искусственного интеллекта при определении диагнозов. Защиту персональных данных и предоставление качественных услуг связи. Мы рассматриваем сейчас в каждой сфере их сильные стороны с точки зрения цифровизации. То есть, что у нас уже внедрено, какие мы решения используем. Наши слабые стороны, что не хватает, где необходимо нам усилиться. Составляем, так сказать, дорожную карту, как к 30-му году нам внедрить новые цифровые сервисы, либо улучшить существующие, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее и регион привлекательнее. Со следующего года в России изменится система налогообложения на доходы физических лиц. Соответствующий законопроект правительство уже внесло на рассмотрение в Государственную Думу. Предлагается установить четырехступенчатую шкалу по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13 до 22%. Так, граждане, чей годовой доход не превышает 2,4 млн. рублей, по-прежнему будут платить 13%. Для россиян с годовым доходом от 2,4 млн. рублей до 5 млн. рублей НДФЛ составит 15%. При доходах в размере от 5 до 20 млн. рублей – 18%. От 20 до 50 – 20. Для зарабатывающих более 50 млн. НДФЛ составит 22%. На сегодняшний момент, с учетом ситуации экономической на территории Амурской области, средняя заработная плата, которая для многих является доходом, составляет 75 тысяч рублей. Поэтому данные законопроекта и изменения не коснутся большинства населения и жителей Амурской области. При этом появляется дополнительная возможность, которая также дается проектам закона, для поддержки и введения новой меры социальной поддержки для нуждающихся граждан. Предполагается, что повышенная ставка затронет чуть более 2 млн. россиян. Дополнительные средства от новой системы налогообложения пойдут на меры социальной поддержки. К примеру, планируется выплачивать 13-ю зарплату семьям с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Жители поселка Ивановский Мазановского округа остались без паромного сообщения с Большой землей. В этом году по неизвестным причинам не было запущено паромное переправа через Селимджу. Таким образом, кратчайший путь до райцентра для сельчан оказался недоступен. Об этом сообщили активисты Народного фронта. Ежедневно им приходится добираться на работу только на лодках. Также есть проблема с перевозкой маломобильных граждан, чтобы отсутствовать возможность к ним приезда вовремя скорой помощи и многое другое. Данную проблему они уже поднимали несколько лет назад. Была организована переправа с помощью парома. Сейчас он отсутствует. Почему? Мы будем разбираться. Обратились мы уже в Минтранс, область, а также в прокуратуру. Подключаем контролирующуюся структуру, чтобы вопрос оперативно решился. По словам жителей Ивановского, из-за отсутствия паромной переправы им приходится договариваться с владельцами лодок, чтобы они перевезли их на другой берег. Путь занимает до 10 минут. Берега Осташинских озер привели в порядок. Водоемы уникальны тем, что они природного происхождения. Находятся в черте города. Общественники организовали здесь субботник. Напомню, ранее в этом месте было обнаружено несколько несанкционированных свалок. В мае на берега озер выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры, Министерства природных ресурсов и экологии. Тогда обсуждалось, что на водоемах гнездятся более 15 видов птиц, в том числе и краснокнижные мандаринки. И если не поддерживать чистоту окружающей среды, то их популяция может уменьшиться. Тогда же совместно с управлением ЖКХ города и Народным фронтом было принято решение о проведении субботника. Включилось большое количество и общественников, и предприятий города. Убрали мы более 100 мешков мусора, около 30 шин. И надеемся, что этот субботник, будем для этого делать все, будет на постоянной основе, будем участвовать регулярно в акции «Город берегу» и шествовать данные озера. Шесть оркестров, 350 музыкантов, 16 территорий, 22 концерта. В Преамуре завершился военно-музыкальный фестиваль «Виват Амур». Финальный концерт прошел в Благовещенске на набережной Амура. У нас сегодня замечательное событие. Второй год у нас проводится этот фестиваль. В этом году шесть коллективов, 16 муниципалитетов. Я уверен, что этот фестиваль будет каждый год набирать обороты. Хабаровский край и Амурская область. Второй фестиваль «Виват Амур» расширил свою географию и количество участников, чтобы их выступления смогли посмотреть еще больше зрителей. В нем приняли участие шесть ведущих духовых оркестров страны. Выступления коллективов проходили в концертных залах, парках, скверах, на стадионах и площадях 16 муниципалитетов Преамурье. Славься, страна! Мы гордимся тобой! От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля Одна ты на свете, одна ты такая Хранимая Богом, родная земля Завершился фестиваль «Благовещенский». Масштабный концерт пришел в амфитеатре на набережной Амура. Сначала состоялось оркестровое дефиле участников фестиваля. Это особый жанр выступления, когда музыканты не только играют на музыкальных инструментах, но и выполняют сложные перестроения. Яркой точкой стал плацконцерт и сводная оркестр участников. Также в рамках фестиваля губернатор региона Василий Орлов вместе с главным дирижером Вооруженных сил России генерал-майором Тимофеем Маякиным и министром культуры области Надеждой Драгуновой встретились с юными участниками смены военно-музыкального фестиваля «Виват Амур». В этом году отдельная изюминка – это работа с талантами молодежи, которые, собственно, и в проект, и сейчас мы вас поздравляем, и отобрали вас специально. 45 человек, лучших из лучших. Возможно, кто-то из вас станет профессиональным музыкантом, а кто-то еще и плюсом станет еще и военно-музыкантом. Ребята смогли задать интересующие вопросы гостям, спрашивали в том числе, как стать дирижером. Вот как стать главным военным дирижером нашей страны? Надо в детстве пойти в музыкальную школу. После этого закончить среднее профессиональное музыкальное учебное заведение. В моем случае школу музыкальную я заканчивал по классу скрипки. Среднее профессиональное учебное заведение. Вот в такой же форме, как уже я ходил, я закончил Московское военно-музыкальное училище. После этого военно-дирижерский факультет. Сейчас он называется военным институтом военных дирижеров. Послужить немножечко в войсках. Мне посчастливилось, я всем говорю, что мне в моей жизни повезло. Первое место военным дирижером, место службы. Было здесь, на Дальнем Востоке, но немножечко подальше от вас, вот под Хабаровском находился мой оркестр. Ну и после этого уже я дальше продолжал свое обучение в аудиоматуре по гражданских вузах, как это называется, аспирантурой. Служил дальше, служил, служил, служил. С вами предшественник, он стал главным военным дирижером. Так что сегодня все просто. Анастасия Буслова, Амурское областное телевидение. Вокруг света за 4 месяца в Преамуре побывали пилоты из Новой Зеландии. Экипаж совершает кругосветное путешествие в честь столетия первого перелета вокруг света. Интересно, что одному из путешественников 84 года, а второму 77 лет. Как встретили любителей малой авиации в Амурской области, расскажет наш корреспондент. Второе кругосветное путешествие и второй визит в Преамурье. Пилоты из Новой Зеландии Боб, Батис и Барри Пэйн начинали летную карьеру в качестве военных летчиков. Про себя говорят, влюбились в небо раз и навсегда. И сейчас, несмотря на возраст, бросать дело всей жизни не собираются. Посчитали, полетный стаж на двоих больше ста лет, а вот часы, проведенные в небе, давно не считают. «В авиации всё зависит от погоды. Её мы не выбираем. Мы, конечно, предпочитаем попутный ветер и чистое небо. Рады, что сегодня нам повезло. А небо везде одинаковое. А вот снег в небе есть только в России». Маршрут полёта новозеландцев с точностью повторяет первое кругосветное путешествие, совершённое на самолёте в 1924 году. Управиться планируют за четыре месяца. Первой точкой в России стала Камчатка. Там прошли международный досмотр и регистрацию. Дальше были Владивосток, Хабаровск и Благовещенск. Рассказывают, в полёт всегда берут талисман – игрушку-обезьянку. Говорят, с ней посадка мягче. «Моя жена Сандра сделала нам эти игрушки-обереги. С ней мы летали в первое кругосветное путешествие пять лет назад. Его игрушка похожа на него. У обезьянки такие же густые брови». Путешествуют пилоты на одномоторном самолёте, которому, к слову, больше 60 лет. Шутят – почти ровесник. Запаса топлива хватает на дистанцию в 3000 километров. После надо совершить посадку, чтобы обслужить самолёт. В этом на аэродромах помогают профессиональные пилоты. Объём работ зависит от количества лётных часов. «50 часов, если подразумевают под собой какие-то простые работы, замена масла, замена фильтров, такие простецкие работы, которые проводятся и среди обычных автомобилей, так и в самолётах, примерно аналогично. Только здесь жёсткая привязка к наработке двигателя по моточасам. То есть 50 часов отлетал – будь добр, соответственно, обслужиться. Ну и дальше по нарастающей. То есть на 100 моточасов добавляются ещё какие-то работы. На 500 часов нужно уже заниматься лопастями. И 2000 моточасов – это полноценная работа по обслуживанию двигателя». А вот посадку и международные перелёты курирует и согласовывает Межгосударственный авиационный комитет. Перед вылетом проверку проходит не только воздушное судно, но и сами путешественники. В Амурской области пилоты проведут три дня. Последним городом в России станет Санкт-Петербург. После Барри и Боб вылетят в Швецию. Анастасия Петраж, Дарья Крамарева, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. И на сегодня это была вся информация. Оставайтесь в курсе событий с Амурским областным телевидением. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин